Ну все нормально. Вот сюда кормушечку выкидываем. Естественно добавляем кольчменя, но у меня просто ничего другого нет. Зерно. Так, все вот это сейчас она будет тут кушать. Оставили самую такую козу, в которой дочки там хорошие. Сейчас я ее с той стороны поведу. Коточки, коточки. Разойдись народ, коза идет. Какая еще коза? Сейчас увидишь. Так, где он должен стоять? О боже. Вот так вот. Сразу молитва идет, да? Сейчас ее, значит, я помою. Все сделаю сначала. Время помассажировать немножко. Козу стрелка зовут. А, ребята отдается для того, чтобы она спокойно стояла там, да? Конечно. Замалуха такая. Она занята, ест, ну а мы тут свое дело делаем. Да, да, да. Вот такое у нас сотрудничество. Смотри внимательно, не отвлекайся. Ты же пришел к козу дает. Ты все запоминай, процесс весь. Ты в квартире живешь или дома? В частном доме? Да нет, мы не здесь живем. Не, не, я понял. А там, где вы живете, в квартире живете? Да, в квартире начали. А, ну в квартире можешь на балконе козу держать вполне себе. Одну-то. Прям в квартире. Будешь ее на прогулку водить. Папа, прям в квартире. Да. Господи, благослови. Смотри, все, все, смотри. Крючку давай сюда. Все, с молитвой все перекрестил. Вот, значит, ну немножко посмотри, я потом тебя сюда посажу. И сюда. Вот. То есть берешь вот так вот. Вот эта титичка, у нее что-то она болит, и она ногой вот это. Как бы я вот этими пальчиками вот так раз сдам, раз сюда потом вниз. Конечно, это сразу не получится, но ты попробуешь. Вот. Ну, в общем, начали. Сейчас, иди сюда. А здесь что? Здесь уже молоко. Я же всех уже подоил. Я тебя такое... А зачем пенка? Пенка, ну это так получается, потому что... Папа, можно я в квартире сделаю? Так, да можно я в квартире сделаю? Давай. Так, держи, берись вот за вот эту. Вот. Давай. Э, э, ты что? Тихо. Тяжело может то что. Давай. Давай, дай, нажимай на нее. Оп. Давай, давай, давай. Тяни, тяни. Никак, да? Нет. Ну-ка, держи. Сейчас, сейчас я руку поможу в эту. Да, немножко просто, ну, она видит. Чужой там, или еще что-то. Ну, скорее всего, да, она. Стой, стой, говорю. У тебя пошли. Смотри, как узел. Они могут это препятствовать, чтобы молоко кто-то дают? Кто-то, как? Чтобы кто-то сдал чужое. Они могут препятствовать к козе? Да нет. Не давать, чтобы молоко выходило здесь. Нет, ты все равно там помассажируешь, она все равно как бы отпустит. Физиологически. Крестись. Господь Иисусе Христе, если не Боже помилуй, во благослови. Давай. Самый, что у меня есть, натуральный продукт. Представляешь, из-под станка сразу прям. В городе такая кружечка молока будет стоить. Ого-го. Да-да-да. Ты даже... Тем более в этом процессе участвуешь. Есть такой дядька, Остап Бендер. Он там в Подмосковье живет. У него другая фамилия. Он что сделал? Взял коз тоже в московский магазин. Там, например, сделал вот такую загородочку. Коза стоит. И ты приходишь туда, чтобы подоить феррежевое молоко. Я не знаю, сколько стоит эта кружка. Ну, то есть, просто человек умеет. Как говорится, деньги там не на чем зарабатывает. Ну, как? Нормально же? Что, давай еще молоко? Еще кушку? Давай вообще, конечно, давай. Ты что? Пока ты здесь. Ты же уедешь, потом где ты будешь его пить? Прикинь, сразу из-под станка. Стой, стой. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой. Почему? Почему у нее время болит? Ну, не болит, может быть, это. Накусали, может быть, там, поводы. Я вот не знаю, что. Я так-то даю. Вот когда у меня ведро здесь, она не это. Она, конечно, переминается, но не то, чтобы. Вот, видишь, кошка пришла. Сейчас еще кошке дать молоко надо. Пока всем раздашь, уже нести нечего должны. Давай. Да я шучу, конечно. Всем хватает. Слава Богу. Кодать, как было. Вот, давай, знаешь что, ты пока будешь здесь сидеть, а я пока буду доить. Точнее, ты встань. Машинка, встань. Да, а я пока буду доить. Все, не отрываешь его сейчас. Икрушку, наверное, не заберешь. Ну-ка, дай кружку. Ничего, сейчас еще надоем тебе третью кружку. Нет, не надо, а то он потом это. Док перелюбит. А, перелюбишь, да? Смотри, вот это вот, знаешь, козье молоко, оно намного полезнее, чем коровье. А почему? Ну, вот так Бог создал. Коровы дают много молока. У нее там определенные качества молока. А у козы там тоже свои качества. На козье молоке детей грудных выращивают. А на козье нет. Эй, ты что ты делаешь, коза? Что ты делаешь, а? Глядите, это. Да, немножко, немножко время. Сейчас надо руку помыть. Папку? Руку. А, руку. Максим, ты что? У тебя с ушами совсем плохо, я смотрю. Ну, да. Ну, вот не знаю, что тут у нее такое. Может быть, я говорю, может, что накусал, может, что. А может, что-то там где-то внутри болит. Ну, я так массажирую, но... Сколько она примерно дает-то, одна коза? Она, коза, вот эта дает. Ну, сейчас в зеленку, знаешь, наверное, где-то может быть больше полтора литра, там сколько-то, не знаю. За раз, да? Да. Два раза дуем. А вот ее мать давала зеленку 2,5 литра, 45 литров в день. Это, ну, как бы, нормально. Серьезно, да. Но их еще надо, все зависит от хозяина, раздаивать. Процесс этот очень такой, когда она только родит, там, 6 раз надо доить там самому. Козлята от нее, понятно, убирать там, кормить их. Вот, я пока, мне просто некогда этим заниматься, я козлят держу под выменем, то есть они сами едят. А какие козлята? Козлята? Ну, вот, там можно посмотреть. Те-то, те-то сейчас они уже выросли, а так вообще козлята маленькие. Это не комары, а мухи. Кодочки, кодочки, кодочки холосые. Вот это козлята, да? Да. А что, и цыплята? Да, и цыплята. О, тоже вот такая-то козлята. Ну, пойдем, дальше. Пойдем. Пахнет для вас, да? Ну, ты думаешь, но... Ну, а как ты думал, они же тоже в туалет ходят, такие люди же. А нам сейчас сюда эти лапы есть, потому что они здесь, как сейчас. Так, ну, вот так вот. Ну, все, да. Так что теперь у тебя есть возможность, ну, в принципе, вот так уже это, брали. Берите молоко, берите молоко, пейте. Да, им понравилось, да. Вот, теперь ты сам увидел, откуда молоко берется, что не из крана, там, не из колодца, а вот настоящий козы. Да, да, порошок не разводят. Какой еще порошок? Ну, вот так. Вводит. Молоко в магазин, а порошок разведет. Порошок разведет. Ну, что, что надо сказать дядя Илеша-то? Спасибо, Христос. Слава Богу. Молодец. На здоровье. Спасибо, Христос, брат. С Богом. Слава Христу. Аллилуйя. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok